Всем привет, с вами Таня на канале поделки самоделки. Давайте немного разомнемся и вспомним, как сделать антистресс своими руками. А делать будем новогодний пупыт в виде елки с красными кликающими пупырками. Такая новогодняя антистресс игрушка порадует многих. На белом листе бумаги нарисуем шаблон новогодней елки с пупырками. Вырежем, перенесем бумажный шаблон на картон и тоже вырежем. Посмотрите, что у меня получилось. Далее нужно разрезать бумажный шаблон на детали. Вот эти. Готово. Перенесем их всех на фоамиран, нужного вам цвета. Звездочку я сделаю желтую. Да, и при этом не забываем подготовить детали из фоамирана в двух экземплярах. Проверим, как новогодний пупыт будет смотреться. Очень красиво. Обклеиваем фомом только одну сторону. Теперь приклеим пупырки в каждое из вырезанных отверстий. Для звездочки использую желтую пупырку, а для елки сделаю красные. Разогрею фоамиран с помощью утюга или плойки для волос. Возьму круглый предмет, в моем случае это стеклянный шарик и колпачок, который с легкостью на него наденется. Разогретый фом прикладываю на шарик и сверху надеваю колпачок. Немного держу и снимаю. Получая классную пупырку для новогодней игрушки. Попыт антистресса. Разогретый фоамиран отлично принимает любую форму. Обрезаем лишнее, оставляя небольшой край возле пупырки. Что-то напоминающее смешную шляпку. Подготавливаем нужное количество пупырок. Наносим клей на самый краешек отверстия с обратной стороны. Приклеиваем пупырку. Таким образом приклеиваем и все остальные. Получая после, шикарную новогоднюю игрушку антистресс пупыт, елку. Смотрится просто великолепно. Заклеим обратную сторону оставшимися деталями из фоамирана. Уже на этом этапе новогодняя елочка смотрится неотразимо. Из полоски фоамирана шириной в 5 сантиметров сделаем окантовку для пупырки антистресса. Приклеим оба края к центру полоски. Центр и я обозначила карандашом. Так делать легче. А пока я склеиваю, у тебя есть время подписаться на канал поделки самоделки и участвовать в конкурсе, который уже скоро будет. Только не забудь нажать на колокольчик. Приклеиваем окантовку, проходя все формы новогодней елки, но только зеленые части. На желтую приклеим желтую окантовку, а коричневый с пол елочки соответственно обклеим коричневым фоамираном. Получилась классная новогодняя антистресс игрушка в виде попыт елки. С любой стороны сделано все аккуратно. Пощелкаем, нажмем на пупырки, снимем антистресс внутри и порадуемся кликающим звуком. Буду рада каждому лайку. Таких легких поделок на Новый год я еще не делала. Давай вместе с тобой сделаем новогодний декор своими руками. А в подарочной оригами коробочку спрячем вкусную конфетку. Для первой оригами подделки берем квадрат 21 на 21 сантиметр. Складываем его по двум диагоналям пополам. Раскрываем и загибаем каждый угол квадратной заготовки к центру. Делим верхнюю и нижнюю стороны на три равные части, с помощью линейки конечно, делая пометки карандашом. По отметкам сгибаем бумажную оригами заготовку. Сделаем это еще раз, хорошенько прижимая пальчиками. Места сгибов. Раскроем согнутое и повторим такие же действия с двух оставшихся сторон. Отмеряем. Отмеряем. Сгибаем. Прижимаем. Раскроем согнутое и слегка потянем за бумажные ушки. Вот эти. Нижнюю и верхнюю часть поднимем. Первые две боковые стороны подарочной коробочки готовы. Осталось сделать еще две. Смотри внимательно, как это делаю я. Повторим все проделанные действия на втором квадрате, чуть меньшего размера. Свой процесс я ускорю. Проверим, как коробочка закрывается. Отлично. Декорируем оригами коробочку новогодним декором. Вырежем полоски нужного размера, которые наклеим на боковые стороны верхней крышечки. Таким вот образом. Осталось сделать самый легкий бант из бумаги. Возьмем еще две полоски того же цвета. Согнем каждую полосу пополам. И на получившийся сгиб нанесем любой клей. Приклеим два конца к центру. Правда легко? Далее приклеим бантик на бумажную коробочку. Сначала один, сверху второй. Как тебе подарочная новогодняя оригами коробочка? Если понравилось, подари ей свой лайк. Только напиши, что понравилась именно она. А я спрячу в нее вкусную конфетку. И положу под елочку. Она у меня уже стоит. Для второй новогодней поделки понадобится еще два квадрата. Обязательно белого и красного цветов. Но если у кого-то имеется двусторонняя бумага, тебе повезло больше, чем мне. А мне пришлось склеить два листа, чтобы такую получить. Складываем по диагонали пополам. Только по одной. Теперь сгибаем каждую сторону пополам. Раскрываем и проверяем, все ли у тебя как у меня. Отлично! Идем дальше. Переворачиваем на белую сторону так, чтобы диагональ шла с верхнего левого угла вниз. Обязательно! Загибаем нижнюю сторону до центрального сгиба. Раскрываем, передвигая квадрат по часовой стрелке. Сгибаем также с этой стороны. Снова раскрываем. Переворачиваем на красную сторону углом вверх. Сгибаем нижний угол к центру. Раскрываем и сгибаем еще раз до получившегося сгиба. Опять раскрываем и загибаем еще раз до первой линии пересечения. Загнем получившееся вверх до линии первого пересечения. И последний раз вверх. Перевернем бумажную оригами заготовку на белую сторону. Уголком вверх. Согнем две боковые стороны, как я. Сделать это легко. Нужные сгибы сами станут на свои места. Хорошенько прижму все сгибы пальчиками. Переверну заготовку нижним углом вверх. Уже вырисовывается шапка Деда Мороза. Теперь нижний угол загну до шапки. Ну а теперь, просто смотри внимательно и повторяй за мной. Опускаем уголок вниз. На глаз, делая сгиб. Снова поднимаем его вверх, оставляя снизу по бокам два маленьких треугольника белого цвета. Еще раз опустим вниз. Отлично! Перевернем на обратную сторону и загнем два нижних угла к верхнему. Вот что получается. Вернем в исходное положение и загнем каждую сторону к центру. Сделать это будет не то, чтобы сложно, но пальчиками хорошенько нужно будет прижать все сгибы. А вот и оригами Дед Мороз. Осталось загнуть только нижний уголок. Чтобы бумажная новогодняя и самая главная поделка могла стоять и украшать твою комнату. Нарисуем личико Дедушки. Тем самым оживим его. Так-то лучше, правда? А у меня есть еще один. Новогодняя композиция становится все лучше. Только по-моему не хватает елки. Сейчас мы ее сделаем. Из зеленого квадрата 21 на 21 сантиметр. Техника оригами не такая уже и сложная. Повторим уже выученные движения. Согнем квадрат по двум диагоналям пополам. Раскроем и перевернем на обратную сторону. И на этот раз складываем по двум сторонам пополам. Раскроем и еще раз перевернем бумажную заготовку. Зажмем боковые стороны у сгиба и сложим квадрат. Вот так. Отлично. Разместим бумажную заготовку и начнем сгибать каждую сторону, к центру, дважды. Раскроем одну согнутую часть. И сложим ее, как я. Повторим действие с другой стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь перевернем и повторим с обратной стороны тоже самое. Бумажная заготовка уже напоминает елочку. Нарисуем ей кавайные, большие глазки и ротик. Сделаем белые блики в глазах. Да, я использую акриловые маркеры, мне они очень нравятся и с ними легко работать. Если маркеров нет, попробуй просто нарисовать краской. Декорируем красавицу елочными игрушками. И конечно же, звездочкой сверху. Упс, как жаль, оригами елочка не может стоять. Давайте исправим этот момент. Загнем уголки вовнутрь, с двух сторон. Остались еще и по бокам торчащие уголки. Их также загнем вовнутрь бумажной елочки. Теперь другое дело. Украшай свою комнату новогодним декором из бумаги. Смотрите, какие новогодние поделки из бумаги я для тебя приготовила. Такой новогодний декор украсит твою елочку или комнату. Красивые и простые новогодние игрушки сегодня сделаем вместе с тобой, своими руками. Из небольшого кусочка бумаги подготовим шаблон. Для елочной игрушки. Циркуль выставим на значение 2,5 см. На бумаге начертим только половину окружности. С одной стороны нарисуем квадрат, присоединенный к половинке круга. Размером 5 на 5 мм. Вот так. Вырежем готовый шаблон для новогодней елочной игрушки. А вот и шаблон, по которому я подготовила свои игрушки из бумаги. Для елочной игрушки понадобится еще обычная тонкая бумага А4, разрезанная на полоски с шириной по 6 см. Полосок нужно целых 4. Каждую полосу сложим пополам, по длинной стороне. Разместим бумажную заготовку так, чтобы слева был сложенный сгиб. Прикладываем шаблон и обрисовываем его простым карандашом. Проходим по всей полоске, перенося шаблон елочной игрушки на нее. Если не трудно, напиши в комментариях, какие поделки ты хочешь, чтобы я сделала? Из бумаги? Из фоамирана? Мммм, новогодние антистрессы? А может быть игровые книги с новогодними играми? Буду ждать с нетерпением твоего выбора. Ведь так хочется сделать то, что тебе понравится. Ну а я вырезаю. Раскрываем и получаем целый елочный шарик. Бумажный. Подготавливаем еще 19 штук. Таких же. В общей сложности должно быть 20 полноценных вырезанных заготовок из бумаги. Поставя на каждой из них отметку карандашом, деля половину круга напополам. Готово. Склеим бумажные детали по сделанным отметкам. Клей наносим тоненькой полоской. Обязательно. Иначе такой елочной красоты ты не получишь. А они на елке смотрятся просто шикарно. Если бы я не знала, что елочные игрушки сделаны из бумаги, даже бы и не догадалась. Настолько они получаются красивыми. Только не делай зеленую игрушку. Если захочешь повесить ее на елку, она видна не будет. Выбери контрастные цвета к зеленому. Вот что должно получиться и у тебя. После первого склеивания. Два небольших кармашка. Ну а теперь пришло время обычные бумажки превратить в новогоднюю елочную игрушку. На каждой из половинок сделаем пометки по краям. В один сантиметр. Именно туда, на края, будем наносить небольшое количество клея. Наверно, среди вас есть такие, как и я. Которые уже готовятся к Новому году вовсю. Я для всей семьи покупаю подарки. И готовлюсь всегда заранее. И конечно же есть подарочки и для вас. Как только все пометки сделаем, приступим склеивать. Каждую половину. Одна за одной. Подарочки для вас будут в конкурсе. А конкурс будет для тех, кто подписан на канал Поделки Самоделки. А самое главное для тех, кто нажал на колокольчик и получает мои уведомления о выходе новых видео. Так что если ты еще не подписан, присоединяйся и у тебя будет возможность участвовать в конкурсе и выиграть подарки. Посмотри какая красота. Склеим и последнюю сторону. Соединяя обе половинки вместе. А чтобы клей высох и игрушку мы не помяли, скрепим места склеивания обычными канцелярскими скрепками. Это такой маленький лайфхак для тебя. Убираем скрепки и вот это уже что-то, что напоминает игрушку на елку. Смотрится просто не передать. Как красиво. Далее понадобится веревочка. И если есть любые бусины. Я использую жемчужные. Веревочку отрезала примерно 30 см. Через бусину продену веревочку. Оставляю висеть ее по центру двух веревочек. Теперь два конца веревочки продену через елочную игрушку. Оставляю бусину снизу. Вторую бусину продену также, через две веревочки. И оставлю ее сверху, бумажной игрушки. А чтобы ее закрепить, завяжу над ней узелок. Ну а теперь сделаю петельку, чтобы моя игрушка смогла висеть. Лишние кончики обрежу. Супер! Вырежем полоску того же цвета, что и сама игрушка. С одной стороны по краям нарисуем пунктирные линии золотой ручкой. Золото всегда смотрится богато. Сейчас сама в этом убедишься. Правда? Приклеим полоску прямо по центру игрушки. Разделяя ее на два полушария. Как планета Земля. Клей можно использовать и ПВА. Только сохнуть будет немного дольше. А смотреться все так же шикарно. Декорируем еще тонкой блестящей лентой. Шириной в 6 мм. Если такой нет, можно вместо ее использовать полоску глиттерного фоамирана. Полубусины или стразы. Ну вот, елочная игрушка из бумаги готова. Очень рада буду, если новогодняя поделка тебе понравилась, и заслужила твоего лайка. Новогоднего всем настроения, а с вами была Таня на канале Поделки Самоделки. Пока-пока!